А, у Василий Василий. Еще раз, вы пропадаете, вас плохо слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Интернет-магаев не беспокоит меня звук. Не оставляли заявку на зеркало видеорегистратора Финджикаре? На видеорегистратор, на андроиде. Да, все верно. Смотрите, доставка осуществляется Почтой России. В первом классе наложены платежом. Оплата при получении устраивает? Устраивает. Мне просто интересно, почему такая цена дешевая у него? Сколько он стоит? С учетом доставки 2540 выйдет. А у вас там на сайте 1900. Что это с учетом доставки 2540? Доставка еще 600 рублей, да? 540. Почему? Он что там? Просто видеорегистратор, зеркало и все, без андроида, без навигации. Что это за характеристики? Я извиняюсь, что-то связь прервалась. Да, да, да. Смотрите, данный видеорегистратор у вас ведет с техническими характеристиками. САДАП – это ассистент водителя, контролирующий случайно высоте полосы. Радар-детектор работает, смотрите, на основе базы данных. Рассказывает, где имеется камера и радар, установленный на скорость. 4G Wi-Fi модуль, полная медиасистема, GPS модуль, фронтальный датчик, движение, которое включает регистратор при любом движении впереди автомобиля. Стоимость базовой версии с учетом доставки 2540. Устраивает? Устраивает. Только интересно, почему он такой дешевый? Акционная цена. Есть вторая модель. Хотите, расскажу. Нет, именно про этот. В нем все есть, можно сказать. Туда же и симку можно воткнуть, да, сим-карты? Да, конечно. Сим-карты есть. Все. Такие начинаются от 9-8 тысяч. Почему он такой дешевый? Ну, на данный момент у нас действует акция в связи с праздниками. 8 марта? Да. Ого. Хорошо. Откуда он будет ехать? С Москвы. С Москвы. Где они расположены у вас в магазине? По Дмитровскому шоссе. Понятно. Давайте будем оформлять. Смотрите, есть вторая модель. Она идет с камерой заднего вида, с датчиками движения сзади, впереди и по бокам. С фронтальной камерой на регистраторе, с флешкой на 128 гигабайт. Смотрите. А у этого сколько флешка? Флешка у нас у этого нет, у первой модели. А дырка есть под флешку? Что-что-что? Дырка под флешку. Ну там идет именно чип microUSB. Нет, это он попитается по microUSB. Нет, microUSB будет у вас вставляться в ваш видеорегистратор, именно чип маленький. Куда? В microUSB? Как его туда вставить? Что? Как его туда вставить? Там будет разъем. MicroUSB? Микрофлешка? Не микро, я смотрел на фотографии, там флешка средняя. Судя по фотографии. Нет, там идет микро. А microUSB для чего? MicroUSB, микрофлешка? Для того, чтобы запись шла на видеорегистраторе. Да, а он на свою память что писать не может, которая у него 16 гигабайт? Ну это очень мало. Ну а как тогда он, вот он тут пишет, сейчас вы пишете тут что, процессор, а медиа, там пыры-пыры. Ну понимаете, что флеш-карта нужна, что флеш-карта нужна, чтобы запись дольше была, сохранялась. 16 гигабайт это мало. Флешка дополнительная, чтобы у вас сохранялась запись, понимаете? А этот, который, вот этот, вы говорите, 2500, он что, не будет сохранять запись? Ну вам нужно будет приобрести флеш-карту, понимаете? Или нет? Ну если у меня есть флеш-карта. MicroSD, там именно чип вставляется. Ну, microSD карта есть у меня. Какой чип? Флешка, а не чип. Чипуются собачки, например, там люди чипуются. Вы меня не слышите. Вы меня не слышите. Как я не слышу? Все слышно. MicroSD, понимаете, что именно вот этот чип маленький, который там есть, Ну, флешка, microSD. Он полностью обрезан, то есть там только вот эта вот часть идет. Какая часть? Дырка там нормально. Вот на фотографии я вот смотрю сейчас на флешку. На счет там лимит. На разговоре две минуты стоит по эпителефонии. Что разговоры? Здравствуйте, вы там проект-магазин, вы заявочки на видеорегистратор оставляли? Да, я только что с девушкой общался, поэтому вот. Ну, связь прервалась, может быть, я не знаю. А она куда потерялась? Ну, мне заказ ваш выдал. Понятно, я только что с ней общался. Ну, я с ней общался два раза, но она что-то плавает во всех вопросах. Хорошо, меня Артем зовут, буду личный менеджер вашим консультантом. Давайте вас поконсультировать по видеорегистратору. А, вот, вопрос остался, зададите, хорошо? Ну. Смотрите, видеорегистратор, на котором вы остались заказаны, у нас данный функция радар-детектор, он распознанной камерой и радар установлен на скорость. 4G в альфа модуле, фронтальный датчик движения, передний и GPS модуль. В том, из видеорегистратора будет 1990 рублей, с учетом доставки будет 2540. Вот. Ну, смотрите, если вам нужна полноценная защита вашего авто, можем вам предложить дополнительное оборудование и с комплектом новой версии. А именно, добавим туда уже камеру заднего вида, которая уже будет подключаться по Bluetooth, то есть уже будет беспроводная. Первая комплектация, как вы видели, проводная камера, как на сайте. Здесь уже будет беспроводная, она подключается по Bluetooth, по беспроводной сети, она будет в связи с записью, и будет работать так парковочная камера. Добавим еще один датчик движения, будет включать ваш регистратор при любом движении уже сзади авто. Добавим фронтальную камеру на сам регистратор, что позволит записать разговоры с сотрудниками полиции. И добавится G-сенсор, который автоматически защитит записанный палом при резком встретении регистратора, а также включит записи, допустим, при ударе. Карта памяти идти будет в подарок. Стоимость такого комплекта будет 4490 рублей, доставка за счет компании. Как вам такое предложение? Меня интересует то, что я заказывал. Я вас понял, но полную комплектацию вы не рассматриваете, да? А камера Bluetooth, где она будет питание и чего получать? Ну вы ее на питание выводите, вот, а каких это можно? Ну вы ее на питание выводите, куда вам удобно там, вот, автомобиль в вашем, я не знаю, что это за автомобиль, вот. А картинку по беспроводной сети передает? Есть еще средняя комплектация, она будет подешевле, там все то же самое, что и полная. Только нету камеры для записи сотрудников полиции, ну которая в салоне внутри стоят. В принципе, она не нужна, цена 3700, доставка за счет компании. Меня интересует тот регистратор, который я заказывал. Я вас понял, вы на первой комплектации хотите остановиться? Да. Получать будет термин Василий Иванович, верно? У меня там Теркин, это я опечатывался. Теркин. Теркин. Через Йо, фаспорт или через Е? Теркин, Е. Вы говорите через Йо, а говорите Е. Теркин. Хорошо. Адрес проживания, откреться область, город, улицу. Поселок Волна, Темрюкский район, Краснодарский край. Темрюкский? Да. Волна, поселок Волна, верно? Нет. Волна. Вот так вот. Волна, Темрюкский, так. Он находит, почему-то, Темрюкский, находит ДСК Волна какая-то. Не ДСК, а поселок Волна, какой ДСК? Краснодарский край, Темрюкский район. Волна. Темрюкский, через где, да? Ну вы что, не ориентируетесь по России? Я по программе работаю, мне нужно писать адрес, чтобы он фактически нашел. Ну вы не ориентируетесь по правописанию? А, вот сейчас, Краснодарский район, а вот нашел, Темрюкский район, поселок Волна, улица какая у вас? Боспорская. Боспорская, дом, квартира? 12, частный сектор. Еще у меня там... 353-535, верно, Игорь? Да. Еще, я не могу ответить на вопрос. GSM-модуль, разъем для подключения есть там. Он стоянный, он стоянный будет. Ну, GSM-модуль... Смотрите, вы можете там в него карту памяти даже поставить? Нет, а симку я куда буду ставить, как он встроен? Сам, соответственно, у нас видеорегистратор, там вход есть, слот до сим-карты. Ну, а карта, флешка какая-то у нас, вот. Микро-SD, МОС-135,490 рублей на 128 гигабайт. Ну, очень выгодно. У меня есть флешка. А, есть. Хорошо, 2540, платье при получении. Как посылочка прибудет, обязательно повесим за ночком, где-то с носиком линия. Хорошо, смотрите, ну, только я буду перед оплатой вскрывать посылочку и смотреть, то мне пришло или нет. Смотрите, ну, по инструкции Почта России вначале нужно будет оплатить товар, а потом забрать. Я вам сейчас могу... Хотите, я вас сейчас удивлю очень сильно? Да, я до такой степени много информации знаю, что, я думаю, вы меня не удивите, Василий. Да, ну, вот, смотрите, уже... Угу, алло. Да, да, да. Вот, смотрите, по инструкции Почта России вначале нужно будет скрыть товар, а потом забрать, он будет в индивидуальную... Почтовый, смотрите, почтовый работник, то оплаты и получение посылки обязан взвесить, предъявите ее вам для визуального осмотра. Вы должны убедиться, что вес посылки не изменился, и также сама посылка не имеет повреждения. А, вы можете, да, вы можете... Малейшее несовпадение веса или подозрение, что вложение могло пострадать, повод попробовать вскрытие посылки для проверки. Не перед оплатой. Если будет лежать не то, что вы мне сейчас предлагаете, посылочка уйдет обратно, без оплаты. Я вам заранее предупреждаю. Масилий, да, вы ее можете взвесить там, посмотреть, как бы визуально. Скрыть, скрыть, скрыть. Я вам зачитываю сейчас положение Почты России. Я сейчас на сайте. Я вас понял. Вы ее вскрыть, не сносите, она будет... Слагу, слагу. Вместе с сотрудником Почты. Я могу ее вскрыть. И по форме 53 Почты России она пойдет к вам обратно. Если там будет не то, что вы заявили мне сейчас. Я вам дарю, вы же ее... Хорошо, отправляйте, смогу, почитайте. Есть закон такой. Я предупреждаю заразе. Я вас понял. Хорошо, я заявку понял. Я жду, все правку, все правку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!